мир вам мужи братья сегодня мы будем дальше проходить курс занятий под названием к истинному православию вот по этой книге сегодня наша тема будет о молитве мы будем читать запоминать и записывать то что полезное мы там найдем то что мы не выполняем что мы не делаем ну и может быть обсудим даже может какие-то вопросы возникнут у меня у моей жены или у меня можно будет дать на них ответ ли какие-то у смотрящих могут возникнуть вопросы предполагаемые на них попробуем дать ответ о молитве для чего молитва нужно что это такое как правильно молитву молиться питание и отдых необходимо человеку для поддержания его физической силой знание искусство и вообще культура обогащают душевные качества человека молитва же раскрывает в человеке духовную высшую сторону его существа бог любит свое творение любит каждого из нас он есть наш небесный отец как детям свойственное желание видеть своих родителей и беседовать с ними так и нам должна быть свойственна радость беседовать с богом и духовно общаться с ним благоговейная беседа человека с богом называется молитвою душа соединяясь в молитве с богом одновременно соединяется и с духовным миром ангелов и праведников по словам святого иоанна кронштадтского молитва есть золотая связь человека христианина странника и пришельца на земле с миром духовным коего он член и паче всего с богом источником жизни то есть молитва в первую очередь это беседа с богом когда мы беседуем с кем-то то мы понимаем то что мы говорим молитва часто сопровождается благоговейными словами и другими внешними знаками благоговенья такими как крестным знаменем колено преклонением поклонами и другими знаками богопочитания но молитва может быть возносимо без слов и других внешних проявлений то есть можно молиться и в мыслях в молитве христианин изливает перед богом всю свою душу прославляет бога за его высочайшие совершенства благодарит за милости благодеяния и просит о своих нуждах самые высшие самые высшие молитвы и то есть словословие это самый совершенный бескорист бескорыстный вид молитвы молиться молитва отцу небесному сам дал господь нам в евангелии молитва это так такая для тех кто конечно кто христианин это все знает но для тех кто не знает вот основные молитвы мы сейчас прочтем отче наш сущий на небесах да светится имя твое да придет царствие твое да будет воля твоя и на земле как на небе хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши как и мы прощаем должником нашим и не на свои искушения но избавь нас от лукавого и вот твое есть царство и силы и слава вовеки аминь это первая и самая главная молитва которую сам дал господь евангелие вторая по ней это молитва которая установила церковь и святые отцы молитва иисусова господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешным или помилуй нас молитва святому духу молитва я здесь буду произносить на русском языке царь небесный утешитель дух истины который находится везде и все собой наполняет сокровище всякого блага и жизни податель приди и вселись в нас и очисть нас от всякой скверны и спаси благой души наши молитвы к святой пресвятой троице пресвятая троица помилуй нас господи очисти грехи наши владыка прости беззаконие наши святой посети исцели немощи наши имени твоего ради также есть молитвы ефрема сирина читаемая во время всего великого поста в понедельник по пятницу здесь молитвы мы приводим на русском а в храмах читаются как правило на церковнославянском языке молитва звучит так господи владыка моей жизни не дай мне духа праздности уныния начальствование и празднословия дух же целомудрия и смирения терпения любви дай мне работаем так господи царь мой дай мне узреть мои прегрешения и не осуждать брата моего ибо ты благословен во веки веков они также существуют молитвы за умерших самые известные них вот такая молитва подай господи оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде на воскресенье отцам братьям и сестрам нашим и сотвори им вечную память церковь молится ибо умерших хотя в библии нет ни одного прямого указания на молитву за умершего неверующего за неверующего молитвы не возносится особенно если то есть мы знаем что он без покаяния умер но безбожно извратив церковные постановления и не веря написанному в библии краснолюбивые священники и суеверные прихожане приучились за деньги всем петь вечную память и со святыми у покой то сегодня отпеваются такие называют рабами господними тех кто рабами господними никогда не являлись и это конечно ложь и лицемерие самообман обман себя как бы в обычной жизни легко же доказать обман допустим не получил человек то что заказывал ну а здесь когда человек умер как можно убедить всех как это можно доказать то что то эти обманывают не то есть ничего не изменится просто отпели и отпели и и поэтому здесь обман то есть берутся деньги отпевают даже неверующие безбожники попытка обмануть бога если бы только открылись наши глаза на то что совершается в церкви когда священник кадет дымом кадильным какие демоны поют у гробов какие зловония незримо расплываются здесь когда отпевается неверующий безбожник вот интересные случаи которые мы читаем жития святых как описывается что происходит при смерти безбожника или умершего без покаяния без примирения с богом через принятие жертвы христовой вот допустим и жития святого андрея юродивого второе октября на странице 47 мы читаем однажды ходя по городу святой андрей увидал что навстречу ему несут покойника умерший был очень богатый человек и за гробом его шло великое множество народа со свечами и кадильницами церковно служители пели обычные погребальные песнопения родные близкие покойника плакали и рыдали видя своим прозорливыми очами что делалось тем мертвецом свистой остановился и стал смотреть и вот впав на долгое время в совершенное бесчувствие он увидел духовными очами множество эфиопов шедших за гробом и громко кричавших горе ему горе ему один из них одни из них держали в руках мешки из которых рассыпали пепел на людей окружавших мертвеца другие же бесы плясали и бесстыдно смеялись как постыдные блудницы третьи лаяли как собаки а иные хрюкали как свиньи мертвец был для них предметом радости и веселья некоторые из бесов окружавшие мертвеца кропили его смрадную водой иные летали по воздуху около адра на котором лежал мертвец от трупа же умершего грешника исходил удушливый смрад идя следом за мертвым бесы рукоплескали и производили ужасный топот ногами ругаясь над поющими говоря пусть бог не даст никому из вас видеть свет жалкие христиане ибо вы воспеваете на псу со святыми упокой души его и при этом называете его причастного всякому и при при этом называете его причастного всякому злу рабом божиим взглянув вторично одни увидел что один из бесковских князей с пламенным взором шел как гробу того отверженного со смолой серый чтобы сжечь его тело то есть вот какие духовные реалии происходят почему об этом не говорят сегодня сегодня московской патриархии отпевает называет рабами божьими всех преступников и людоедов начиная со сталина и генеральных рабов греха леонида константин леонида брежнева там константина юрия гагарина и других верных их поддельников и главное тут вина конечно падает этого лже отпевания на коростолюбивых священников и архиереев приговоренных богом к вечной погибели за замену божьих заповедей вымыслами человеческими об этом мы читаем в третьем томе настольной книги священнослужителя когда серафим саровский молил о них богу и господь ответил что вымыслами человеческими заменили правду божию самопевец давид хвалился перед богом он ненавидел эти все заповеди человеческие вот эти все измышления он говорил вымыслы человеческие ненавижу а закон твой люблю солом 118 113 наша же православная церковь своем учении разрешает молиться только за живых еретиков и неверующих в том случае только определенным образом то есть об их обращение к вере православной они об их упокоение в царстве божьем вот допустим свидетель григорий богослов слышал от бога никогда же не молиться о нечестивых это мы читаем синакарский субботу месопустную в триоды постной если кто без покаяния умрет неверный жизни бы врагом божьим такому нет помощи после смерти как и давид пишет ибо в смерти нет памятования тебе в оаде кто исповедуется это мы читаем иван златоуста в субботу эти констную эти пентикосную о том чтобы не плакать об умерших слова его многие отпевают вот всех подряд на сколько было у меня знакомых сколько которые сами говорят первый раз они в церкви были на свое крещение второй раз в церкви были на меча не третий раз церкви были на крещение сына все и таких людей очень много которые могут раз несколько лет зайти просто свечку поставить у меня бог душе бог душе если им этим людям говорить вот слушайте вот вы три воскресенья подряд вот церкви не были без уважительно причины то что учеб при анимации был явно там допустим не мог прийти все три воскресенья подряд церкви не был никакого тебе вот и вот по канону ты отлучен то есть если им это говорите что ну смотрите значит ваш выбор открывать значит учтите что открывать вас не будет в этом то вся и вот этот обман человеческий человек думает что ну будет грешить а потом его отлад поют чего батюшка и все хорошо будет этот самый обман который никогда нельзя верить если бы священники боялись бога и заботились о спасении доверившихся им слепцов духовных они бы знали что недостойное бедок без должного приготовления причащения несет человеку болезни смерть телесную духовную то есть причастие если человек недостоин она убивает несет духовную болезнь и телесную то есть человек заболевает откуда мы знаем 1 коринфянам 11 глава с 27 по 31 стих посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу господню недостойно виновен будет против тела и крови господни ты испытывает же человек себя и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей ибо кто ест и пьет недостойно тот ест и пьет осуждение себе и не рассуждаете ли господним оттого многие из вас немощные и больные и немало умирает ибо если мы бы судили сами себя то не были бы судимы то есть это в той коринфе церкви первоапостольской уже тогда апостол павел говорит что за них недостойное причащение из вас многие больные немало умирают если тогда так было то сегодня что творится в нашей церкви обмерщалый не от того ли священники умирают от коронавируса так много от недостойного причащения не от того ли болеют и кладбище забита этим от того что всех причащают сегодня священник выходят есть такие которые говорят кто не причащался кто не причащался и всех любой он еще не оставил грех его все равно гонят под причастие конечно же это великий грех как происходит вот это само недостойное причащение что происходит на духовном уровне макарий александрийский 19 января страница 643 си же преподобный макарий рассказывал дивное и ужасное а именно что в то время когда братья приступали к божественным тайнам некоторым из братья и фиопы влагали горящие угли а преподаваемая иерейскую рукою тело христова возвращался обратно в алтарь а тех же кто были достойны святого причащения бесы отбегали далеко между тем около алтаря с иереем стоял ангел господень и вместе с иерейской простирал свою руку для расстояния божественных тайн то есть а мы говорим со святым причастием тебя радуются святым причастием тебя а его без и углем причастили он не причастился тайм вот такая реаль это стоит только достойный может подходить причастию а сегодня есть такое заблуждение говорят так а вы никогда достойными не будем то есть типа и если мы достойно никогда не будем, значит, приступай так, просто недостойно и все. Нет. Апостол Павел говорит, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. То есть, если апостол Павел говорит, что кто ест и пьет недостойно, значит, он предполагает, что можно есть и пить достойно. Значит, нельзя сказать, что нельзя быть достойным при причастии. Достойно быть можно. Перед милостью, перед Богом, перед Его святостью, Конечно, любой человек недостоин перед этой великой жертвой. Но если следует согласно Писанию, то человек подготовившийся, как говорит Иван Златоуст, с безакваризмной совестью, с чистой жизнью, немало не сомневаясь, должен приступать в таком случае. А если человек еще не оставил своих грехов, он еще дружит с миром, он еще полностью не отдал себя на служение Христу, он еще не отверг себя, то он не может даже стоять с верными. Потому что верный – это верный, слово верный. Значит, во всем ты верен Христу, а не так, что ты каких-то… Сегодня запуская даже курящих, он курит, а ему к причащению. Он даже заходить в храм не имеет права. По крайней мере, выходить должен вместе с соглашенными. Здесь нужно вычитать все каноны перед причастием. Последование ко святовому причастию, пост выдержать и после этого только приступать. Не должно быть никаких грехов тяжких. То есть все грехи человек должен оставить и только тогда приступить к великой телу и крови. Это настоящее тело и кровь самого Христа. И как священник один, которого извергли, Владимир Главин сказал, что мы его живую телу и кровь в себя впускаем, чтобы себя же вытворить тем самым. И Господь говорит, кто-нибудь есть, не будет есть тело Мое и пить крови Моей, не будет иметь в себе жизнь. Тоже надо на вечернюю обязательно. Не так, что… С утра причащаются половины храма, а на вечерней 2-3 человека. На вечерней службе. На вечерней службе, да. Перед тем, как пойти в причастие, обязательно должен человек быть на вечерней службе. Ну, причащается в воскресенье, в субботу вечерняя служба. Она относится, потому что к воскресенью. То есть это все воскресная служба. И воскресенье, литургия уже. Там человек причащается. В первоапостольской церкви смешения верующих и неверующих, как сегодня, не было. И написано Деяние 5.13. Но из посторонних же никто не смел приступать к ним. Настоящий врач-пасторь, заботящийся не о богождении приходящем, а о их спасении, как и Иоанн Златоуз, предпочитает лучше тело свое отдать на съедение псам, чем тело Христова, недостойно причащающемуся. В описании жития святого Пафнутия Боровского, мы читаем 1 мая, по старому стилю это все числа, страница 56 говорится. Духовные дети преподобного почитали его и боялись. Даже сам князь Георгий рассказывал, что когда он шел на испыть к преподобному, у него колени подгибались, то есть насколько он был строгий. Пафнутия был милостив и снисходителен, но подчас был суров и гневен. И нас это нисколько не должно. Человек подходит, он должен понимать, к какому таинству подходит. И священник должен олицетворять, чтобы через священника человек понимал, что страшные таинства происходят. Так учит спасаться нас Святой Евангелие, когда мы истинно молимся, всей душой, любя нашего сладчайшего Иисуса. Безбожника не должно вписывать в диптихи, поминальники. Безбожником является не только неверующий, но и отступник, бывший крещеным. Допустим, согласно анафели патриарха Тихона, находятся под клятву все сотрудничающие с советской властью, с врагами дела Божия, все сексоты и сукачи. Священник же должен каждое имя, поминальники, знать, как живого человека достоверно, кто он. Ибо даже за живого человека, не кающегося в своих грехах, запрещает нам Священное Писание молиться. Молиться о его здравии. Здоровья грешнику не нужно. Он чем больше здоров, тем больше грешит. Ему нужно обращение. И вот мы читаем, Иеремия 7,16. «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй передо Мною, ибо я не услышу тебя», — говорит Господь. В другом месте он говорит тоже Иеремии. «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем». Иеремия 1,14. Исход, 32 глава, 11 стих. «Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силую великую и рукою крепкую». И божественный Иоанн, 1 Иоанна 5,16 говорит, «Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился». И никакие их не ходатай не помогут. Пусть священники не обольщают народ, что Бог милостив и примет их молитву. Как говорит святой Иоанн Златоуст, о милости Божией мы не знаем ничего, кроме того, что написано в самой Библии. Иеремия, 15,1. «И сказал мне Господь, хотя бы перед лицем мое пристали Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут». 1 Царств, 2,25. «Если человек согрешит против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходателем о нем?» Согрешают против Бога не только явные хулители, но и отвергающие и нарушающие Святое Слово Божие Библию. И Соломон в притчах говорит, 28 глава, 9 стих, «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». То есть, кто не читает священное Писание, кто не слушает его, того и молитва мерзость. «Допуская до причастия всех безрассуждения, священники губят причащающихся, нарушая принцип отделенности Церкви от мира, и делают свою молитву народа мерзостью». Ну а что сказано в Библии о молитве за умерших? Ну вот мы читаем Сирахова, 7 глава, 3,6 стих. «Милость, даяние, да будет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости». То есть, это косвенные намерки такие. Второй Маковейский, 12 глава, 43-45 стих, мы читаем. «Сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драхп серебра, он послал в Иерусалим, чтобы честно помышляя о воскресении». О, так, «Он послал в Иерусалим». Второй Маковейский, 12 глава, 43-45 стих. «Сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драхп серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении. Ибо если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут павшие, то излишне напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда, какая святая и благочестивая мысль. «Посему принес за умерших умилостивительную жертву разрешаться от греха». Вот такие есть свидетельства в Священном Писании о молитве за мертвых. Молитва также бывает в грех. Псалом 108.7 «Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех». Когда человек приступает к Богу, а сам кому-либо не простил от всего сердца согрешение против него, такая молитва идет в грех. Сирахов, 28 глава, 4 стих «Прежде нежели начнешь молиться, приготовь себя и не будь как человек, искушающий Господа». Премудрость Соломона, 8.21 «Познав же, что иначе не могу владеть ею, как если дарует Бог, и что уже не было делом разума, чтобы познать чей этот дар, я обратился к Господу и молился Ему, и говорил от всего сердца моего». Молитв за самоубийц нет, не существует. Исключение делается только для того несчастного, кто в момент тот был не в своем уме. Мы это читаем в правилах канонных церковных, 14 правило Тимофея Александрийского. «Как образец всесторонней молитвы за всех и по всем случаям указан в 3 ездра, 7 глава Брюссельском издании». Нераскаянных грешников Бог не слушает. Иоанна 9.31 «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Плач, 3 глава, 8-й, 44 стих «Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою». Молитва бывает трех видов. Первый вид, самый низший – это молитва просительная. На этой молитве стоят все практически верующие. Верующие, могут быть даже и мусульмане. Ну, все-все-все. Это что? «Помилуй меня», «Дай мне», «Даруй мне». Такие молитвы, которые просительные. Мы что-то просим у Бога. Это самая низшая молитва, прошение. Высшая самая молитва – это словословие. То есть, третий вид молитвы. И между ними – это благодарение. Что такое? Ну, мы Бога благодарим за то, что Он нам дал что-то. За жизнь, за наших близких, за ситуации, какие с нами происходят. А словословие мы уже даже и не благодарим. Мы просто славим Бога за все. Свят, 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 Господь Саваоф. Это высшая молитва, которую совершают ангелы. И вот мы должны всегда стремиться вот к этой третьему типу молитвы, высшей. А вот про высшую молитву мы читаем в шестой главе Исаии. Крыльями молитвы являются пост и милостыния. Деяние 10 глава. Прочтите, вы там это увидите. Темная бесовская сила трепещет пред молитвой и постом. Матфея 17 глава, 21 стих. Всей же рот изгоняется только молитвой и постом. Только молитвой и постом. Молитва да будет непрестанной. Бодрствуйте, бодрствуйте в молитвах. 1 Петра 4, 7. Лука 2, 37. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой услуша Богу день и ночь. Деяние 6, 4. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. 1 Тимофей 2, 2 глава, 1 по 5 стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками. Человек Иисус Христос. Христос Иисус. Также необходимо, чтобы мы молились не только заученными заранее написанными молитвами, но и филиппийцам 4.6 послания. Свои желания открывали перед Богом. То есть мы и своими словами должны все произносить, молиться. На молитве христиане по возможности стояли лицом к востоку. Евангелие от Луки, 1 глава, 78 стих. Также мы читаем в правилах Васимия Великого в канонах. Он говорит так. Почему мы смотрим на восток? Это как желание вернуться в потерянный рай на востоке. Лука 6.12. Христос всю ночь пребывал в молитве. Также сегодня принято во многих монастырях с неусыпающей псалтырию. То есть ночью читают псалтырию. Колоссянам 4.2. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней за благодарением. То есть постоянство в молитве обязательно. Сухо, не сухо идет молитва. Ты должен постоянно на нее вставать и молиться. И Иоанн Златоуст говорит, что когда ты молишься, и у тебя все хорошо получается, идет благодатная такая молитва, ты награду уже здесь получаешь, в этой молитве. А если у тебя все сухо, и ты встаешь, и тебе все противоборствует молитве, но ты все равно встал на молитву, то за это ты награду от Бога будешь иметь там на небе. То есть наоборот. Поэтому мы всегда должны вставать на молитву и молиться. Независимо от того, как мы себя чувствуем, ощущаем там. Не надо искать никаких чувств. Мы должны говорить Богу, беседовать с Ним. Это беседа с нашим Отцом. Входящие на богослужение в церковь да не выходят до конца. То есть, если мы пришли Богу молиться в церковь, то мы не должны раньше времени уходить оттуда. Мы это читаем где? Апостольское правило святых апостолов, 9. Всех верных, входящих в церковь и писание, слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, как бесщине в церкви производящих, отлучать подобает от общения церковного. Апостол Павел настаивает, чтобы на молитве мужи воздевали руки без гнева и сомнения. 1 Тимофея 2.8 Торики церковные утверждают, согласно записанному церковному преданию, что во дни апостольских христиане совершали крестное знамение правой рукой. Правило 91 Василия Великого. Ну вот по поводу поднятия рук во время молитвы. Почему-то православные это совершенно забыли. Апостол Павел, мы прочитали, говорит, что поднимали руки без гнева и сомнения. Получается, если эти руки-то не поднимают, то в гневе и в сомнении, то есть сомневаешься, надо ли, не надо ли. Поднимают только священники у нас сегодня в алтаре. Хотя мы читаем в Писании, что царь Давид поднимал руки. Псалом 27 глава, 27 Псалом 2 стих. Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему. Псалом 62, 5 стих. Так благословлю тебя в жизни моей и во имя твое вознесу руки мои. Каждое утро мы читаем утренние правила. И в этих утренних правилах мы каждый раз произносим, что мы поднимаем руки. Так вопрос же простой, почему туда не поднимаем? Десятая молитва к Пресвятой Богородице. Точнее не десятая, а седьмая молитва к Пресвятой Богородице. Написано как? «Воздевая руки мои и уста отверзаю, оскверненные скверную, для восхваления всенепорочная». То есть мы даже к Богородице поднимаем свои руки. Должны поднимать. Как мы читаем это и не делаем. «Воздевая руки мои и уста отверзаю». То есть ты это произносишь, а руки не воздеваешь. То есть получается, чем ты врешь просто? Мы должны поднимать руки при молитвах. В житиях святых мы об этом читаем. Допустим, Василий Великий и древние молились, подняв руки кверху. 1 января Василий Великий. 15 января Павел Фивейский. Умер с поднятыми руками. 23 апреля. Георгий Победоносец. Когда открыли ему с известью яму, куда он был засыпан на несколько дней, то увидели его стоящими с простертыми руками. 21 мая. Василий Великий. Василий, точнее просто. Руки поднял и молился, и рухнуло капище идольское. 26 июля. Серафима. На суде молилась, воздев руки о насильниках. 1 октября. Анания. Молился, воздев руки. Иконы ездят. Серафим Саровский, стоя на камне, молится с поднятыми руками. То есть православным христианам нужно молиться с поднятыми руками. Это предписывает сам Бог в Священном Писании. И стесняться этому не надо. Первые христиане слагали отдельно четыре перста. И простертыми одним перстом творили крестное знамение, запечатлевая свое тело и все вокруг себя. То есть первые христиане одним перстом молились. В римском пантеоне тогда насчитывалось около 500 идолов-богов. И на это Иоанн Златоуст, насмехаясь, замечает, что хотя по названию было много богов, а в действительности не было ни одного бога. И поднимая один перст, христиане утверждали веру в единого Господа, Бога, Вседержителя, Творца неба и земли. Когда же возникла ересь Ария, посигнувшая на учение Святой Троицы, то есть они отрицали, что Бог – это и есть Святая Троица, крестное знамение совершать стали тремя перстами, то есть Святая Троица. Так ныне молятся большинстве православные христиане, в житии епископ Милетия. С возникновением ереси монофизитов и монофилитов, утверждавших, что во Христе только одна природа – божественная или человеческая, и одна воля, то православное сознание утвердило учение о двух естествах и двух волях. Победа в двухе отродилась и на форме сложения перстов в прикрестном знамении. То есть стали двумя перстами крестить. Стали касаться членов тела лба, чрева, правого и левого плеча с двумя перстами, простертыми вперед, указательного и среднего, пригнутого до уровня указательного, означающих божество и землю, два естества во Христе. При крещении Руси было принято двоеперстие, в то время бывшее на большей части Греции. В дальнейшем из двух бывших в XVIII веке форм сложения перстов в большинстве оказались слагающие троеперстия, что и принял в реформе патриарх Никон на Руси в XVII веке, безрассудно предав клятве святое двоеперстие. То есть, они ввели вот это изменение, способствовали расколу конкретно, колоть стали просто-напросто общество и предали анафеме двоеперстие. Но как можно принять проклятию, да, анафеме двоеперстие? То есть, то, что церковь так и это и делала. То есть, церковь имела и троеперстие, и двоеперстие, и это означает, что оно равноспасительное. И те предали анафеме, и те в ответ предали, то есть до друга. Если сейчас, в 1971 году, клятвы на старые обряды были сняты, то есть, это эти анафемы, признав, что оба обряда равноспасительные, то старообрядцы до сих пор не сняли никаких анафем и клятв. То есть, они также считают, что троеперстие это что-то плохое. То есть, еретическое они называют это. Ересь, то есть, якобы там здесь, ну, то есть, еретическое. Называют щепотники. Если троеперстники это щепотники, то кто тогда? Двоеперстники это кто? Курильщики. Двумя пальцами сигареты держат. Сигаретчики. То есть, это бесконечная просто вражда, совершенно сатанинская, не основанная ни на чем. С той и с другой стороны. Мы знаем, что Бог принял и то, и то. Двоеперстники – Сергий Радмежский, Триеперстники – Серафим Саровский. Пожалуйста. Крестное знамя не должно совершаться истово, чтобы тело чувствовало твердое прикосновение сложных перстов. Крест начертывать четко, прямо, ибо небрежную маханию рук бесы радуются, говорит Иван Златовуст. Интересно, что на форму сложения перстов не указывает ни одно каноническое правило и ни один святой отец во времена соборов. Почему? Как вы думаете? Потому что это не столь важно. Поклон должен совершаться глубокий. А, ну, я хотел также поговорить насчет того, что если уж докапываться, то элементы ереси можно найти в Двоеперсте и в Триеперсте. Мы, значит, знаменуем себя крестом, да, Господним. Но Господь, мы знаем, что на кресте умирала только человеческая природа. Божество на кресте не умирало, оно бесстрастно. Поклон совершать глубокий. Если поклон поясной, то наклон тела должен быть такой, что если опустить руку, то она могла бы коснуться пола. Земной поклон, когда руки, колено и голова касаются земли. Говоря о внешней форме молитвы, необходимо помнить, что наиглавнейшее – молиться Духом. Ефесянам послание апостола Павла, 6 глава, 18 стих. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением у всех святых». Откровение 5,8. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама, в которой суть молитвы святых». Левая рука – Ветхий Завет, правая рука – Новый Завет. «Их касаемся мы своим умом, головой». «Если о чем добрым начал молиться, то молись непрестанно». 1 Петра 4,7. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Евреям 5,7. «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение». Если уже вспомним на молитве, что на кого-то имеем что-то, следует простить тотчас. Матфея 5,23. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Женский пол доприкрывает голову платком. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, апостол Павел говорит, а жене глава муж, а Христу глава Бог. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, пострижает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, пострижает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. И если жене стыдно быть остриженную или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья. А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но и жена для мужа, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Первый к Олимпинам, 11 глава, 3 по 10 стих. А голова мужа должна быть открыта. Видите, Писание нас ясно учит, что жена должна быть покрытой. Сегодня спроси любого священника, большинство, и спроси, должна ли всегда быть жена покрытой. Они скажут, нет, только когда молятся, тогда она должна покрываться. Но мы знаем еще с прошлого занятия, что толковать Священное Писание можно только согласно Святым Отцам, против непротиворечия им. Так вот, если вы откроете толкование на Иоанна Златоуста или Фефилакта Болгарского, вы увидите, что они говорят конкретно, что жена должна быть всегда покрытой. Почему? Потому что написано, это было бы как если бы она была обритая. Если, говорит, быть обритой, быть всегда постыдно, то и с открытой головой быть тоже всегда постыдно. То есть, логика очень простая и показывает, что жены должны покрываться. Апостол не останавливается на этом, но еще присвокупляет. Жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Показывает, что не только во время молитвы, но и всегда она должна покрываться. Сначала требует, чтобы жена не обнажала головы своей, а потом объясняет, что она постоянно должна быть покрытую, ибо это тоже, как если бы она была обритая, и при том покрытой, со всей тщательностью и осмотрительностью, так как не сказал просто, да накрывается, но покрывается, то есть должна тщательно закрываться со всех сторон. Посмотрите на иконы все, на Богородицу, у нее два платка, два. Жены все покрытые, все. Для того Бог и повелел природе покрывать голову волосами, чтобы жена, научившись от природы, и сама покрывалась. Там только каких-нибудь царевин рисуют, там с короной, вот они не покрытые. Или там Мария Египетская, которая в пустыне, ее так рисуют, таким образом. Она вообще голая, раздетой. Ну что, раздетыми всем ходить, что ли теперь? У нас есть закон, что жены должны покрываться. Это целомудренно и правильно. Блаженный Феофилак Болгарский. Чем же постыжает голову свою? Тем, что объявляет голову каким-то изгнанникам, отступившей от верной ей Богом власти. Знай также, что мужу воспрещает быть покрытым, как сказано во время молитвы и пророчества. А жене воспрещает быть не только в это, но и во всякое время. Ибо сего он желает, когда говорит, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Как быть обритой всегда постыдно, так и быть непокрытой стыдно всегда же. Волосы заменяют собой покрывало, посему снимающее с себя покрывало, похоже на снявшую с себя волосы. Вот у меня жена тоже, раньше тоже этого не знала. И как-то я даже ей не говорил об этом. Ну, как-то мы читали это все. Когда мы, точнее, об этом узнали, я не надавил, не давил ничего. Просто мы читали в исполковании. Ну, если человек ищет правды Божьей, хочет жить поистине, то, конечно, он не может остаться. Сколько времени прошло? Расскажи, как ты решилась покрыть голову? Несколько месяцев, может быть, прошло. То есть я когда в церковь начала ходить, то есть были, конечно, вот вопросы, почему? Почему, какой внешний вид должен быть у христианки? Но священники, они же всегда толкуют от своей головы. То есть ты думаешь, что священники толкуют, потому что они много святых отцов вычитали. Они их не мнение говорят. Они говорят, что на Вселенских соборах постановили. Нет, они не это толкуют. Они толкуют именно свое личное мнение. То есть редко, когда священник говорит то, что написано, то есть толкование святых отцов и каноны Вселенских соборов. Редко очень. Поэтому, когда уже именно вычитал, уже непосредственно говорится, что обязательно всегда должна быть покрыта. Все, какой вопрос? То есть либо ты принимаешь, либо ты не принимаешь. То есть есть женщины, которые, что мне нравится, я соблюдаю, а что мне не нравится, я не буду соблюдать. Все. То есть просто сразу видно, какие они верующие. А некоторые говорят еще, что это, говорит, относится только уже к замужним, к женам. А это не относится ни к детям, никому. То есть, ну, хотя у нас в церкви, даже уже и в церкви некоторых девочек, они в брюках заходят. Лето, допустим, жарко. Ну, даже вот в шортиках могут даже зайти девочки и мальчики. И мама им не может даже платочек, даже в церковь надеть. Они начинают все срывать. Себя вести абсолютно не могут. С детства уже вот такое вот. Ну, в том-то и дело, что с детства человек, как ты приучил, то так она и будет. Как ты на нее наденешь платок, когда она вырастет, если она с детства его не носила? Как ты наденешь на нее юбку, если она с детства носит брюки? Тертулиан. Что значит всякая жена, если не женщина, любого возраста, любого положения и в любых условиях? Любая женщина без исключения должна носить платок. А брюки Господь запретил носить женщине. Второзаконие 22.5. На мужчине должно быть женской одежде, и женщине не должна носить мужское платье, ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий делающий сие. Да, хотелось бы вот еще добавить по поводу брюк. Потому что тоже вот когда в Библии написано, что женщина не должна носить мужскую одежду. У меня были вопросы по поводу брюк. Но толковали, ну, это вот не конкретно брюки, а чтобы женщина не выдавала себя за мужчину, там, как кавалерист Дурова была, такая в истории кавалерист Дурова, который себя за мужчину выдавал. Это вот об этом? Нет. Четко написано. Даже брюки, вот, если посмотреть, даже википедию элементарно, что означает это слово? Означают штаны моряка. Даже в названии брюк заложено, что это мужская одежда. Если даже взять в пример, вот сейчас вот сто лет назад, это даже ни у кого в мыслях не возникло бы, что женщина будет в брюках ходить. А почему? Потому что это была мужская одежда. Сейчас пошла такая тенденция, когда садамитам, мужчинам, выпускают одежду, женские ночные кружевные сорочки на мужчин. То есть пройдет сто лет и будут говорить, что это женские ночные сорочки. Это уже не женские, а мужские. Ну, размер под них подогнут. Подогнут, да, вот. Ширинку давай. Да, то есть все. То есть сто лет пройдет и уже и это будет. Уже сорочки не женские, а мужскую одежду. То есть просто аналогичная ситуация будет. То есть обманываться никак не должны мы. Если ты в храм идешь, в церковь идешь перед Богом с покрытой головой, то ты выходишь, становишься другим человеком, что ли. Ты тем же человеком и должен оставаться. В такой же одежде и быть. То есть это различие мужчины и женщины. И Господь очень много этому уделяет. Мерзость, когда женщина натягивает на себя мужской образ и мужчина на себя женский. Ну и потом. Оно соблазняет человека. Женщину в брюках. Сколько она соблазнит? Это же, по сути, ноги у нее открытые. Просто другого цвета становятся. То есть все видно, все формы. Сколько соблазнится из-за этого людей. Это все пойдет на страшном суде перед женщиной. Будем дальше читать. Златоуз говорит. Каждый день являет нам бесчисленное благодеяние Господь. Желая мы того или не желаем, знаем о них или не знаем. Бог от нас не требует ничего, кроме признательности Ему за все дорогоное, чтобы за это дать нам еще большее воздаяние. Большее воздаяние за то, что мы Ему просто признательны. Почему мы должны молиться? За все благодарить, признательным быть Ему. Он все нам дал. Он нам дал то, что мы встали сегодня с утра, имеем голос. Он нам дал то, что мы, родители, вообще живем. Тебя же не было, и ты вдруг появился на этот свет. Ты только подумай об этом. Тебя никогда не было, не существовало, ты сам себя не сознавал. Но вдруг ты встал, и вот ты живешь. Это великое благодеяние Божие. И тем более, тебе Господь дарует Царство Небесное. Он тебе дает, как к Нему пройти, к этому Царству. Не смотри на это все временное. Это все временное, мимоходящее. Это все проверка перед жизнью, будущую, вечную. С Богом либо, либо в гиене огненной, с дьяволом и ангелами его. Бог все для этого дал, чтобы человек сделал правильный выбор. Всякое благо, какое имеем, и всякое добро, какое делаем, есть Божие и от Бога. Поэтому на нас лежит долг благодарить Его за все и за всякое благо, получаемое от Его щедрой десницы. Явное или неявное, и за всякое доброе деяние или подвиг, и за всякую победу над врагами нашего спасения, как нам заповедано. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фессалоникийцам, 5.18 Никодим Святогорец говорит, позаботься же возгревать в себе чувство благодарения к Богу с момента пробуждения во весь день и засыпай со словами благодарности на устах, потому что ты погружен в Божие благодеяния, в числе которых и самый сон.